В эфире информационный блог «Доброе утро, Таллинн». У нас сегодня в гостях руководитель бригады скорой помощи, фельдшер Вадим Шарт. Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно вы были отмечены как лучший медработник Таллина. Ну, один из. Сколько лет вы работаете на скорой помощи и где учились? На скорой помощи работаю 6 лет и учился в Таллиннской медицинской школе. Как и когда вы поняли, что медицина – ваше призвание? Ну, еще в детстве всегда знал, что медицина меня больше всего интересует. Особенно скорые, когда мимо проезжали, всегда хотелось там поработать. И вот детская мечта осуществилась. Не разочарованы? Нет. Люди, которые разочаровываются, они очень быстро уходят. Никогда не думали уехать за границу, как многие ваши коллеги-медики? Мысли есть, были и, наверное, всегда будут. И если получится возможность, почему нет, как для развития, саморазвития. Как часто вам приходится сейчас выезжать на вызовы? Вообще, насколько интенсивный график работы? Это зависит как и от дня недели, так и от района, в каком районе Таллина. Конечно. Часто бывает, что с машины просто не выходишь, ездишь с утра и до утра, потому что смены 24 часа идут. А с чем это связано? Люди часто болеют или у нас все-таки не хватает медиков, если положить руку на сердце и честно в этом признаться? Нехватка информации людей о здоровье. Многие просто не знают или не умеют справиться самостоятельно с какими-то заболеваниями. И длинные очереди к специалистам. То есть вы довольно часто сталкиваетесь с такой проблемой, что люди вызывают скорую только потому, что не могут попасть на прием к специалисту. И стараются через скорую перестраховаться лишний раз. Даже не перестраховаться, а так бывает и говорят, что не надо сидеть в очереди. Сразу попадем к специалисту. Как можно было бы решать эту проблему? Есть ли у вас какие-то идеи, предложения? Ну, больше денег нужно финансировать наше здравоохранение, выделять деньги, чтобы было больше специалистов, больше времени на обследование больных. И тогда очереди сократятся и нагрузка на всех упадет. В ходе реформы скорой помощи в Эстонии получилось так, что появились сестринские бригады, которые выезжают на вызов без врача. И, насколько я понимаю, сейчас основная нагрузка пала именно на эти бригады. То есть в основном наших пациентов обслуживают вот такие команды. Да, в Таллине сейчас 23 бригады, и только две из них врачебные. И все выезжают в порядке общей очереди, то есть никак не делятся, кто на какие вызова ездит. Оправдала ли себя эта идея или не было другого выхода? Нет у нас столько врачей, чтобы всех отправлять на вызов. По сути, даже сестринская бригада может справиться практически с любыми вызовами на этапе скорой помощи. То есть вы считаете, что на тот же инфаркт может спокойно выезжать сестринская бригада и оказать квалифицированную помощь? Да, в подавляющем большинстве случаев так и происходит. Приезжают сестринские бригады, и если появляются какие-то затруднения, всегда можно или вызвать на помощь врачебную бригаду, или проконсультироваться по телефону. Но в основном всегда справляемся своими силами. А что из себя представляет сестринская бригада? Расскажите о своей команде. В бригаде три человека. Водитель, он же парамедик, сестра общая и экстренная сестра медицинской помощи. Это как фельдшер, руководитель бригады. Насколько для вас была неожиданна награда от Таллина? Вас впервые признали лучшим фельдшером столицы? Да, для меня это впервые, и было неожиданно до последнего момента. Я об этом узнал только, когда меня объявили. Как вы думаете, за какие качества вас отметили? Ну, хочется надеяться, что и вправду хороший работник. Что бы вы пожелали пациентам в преддверии праздников Нового года и Рождества? Ну, конечно же, здоровья и побольше интересоваться своим здоровьем не только, когда непосредственно уже появляется заболевание, а заранее заниматься собой. Ну что ж, спасибо вам за этот комментарий. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был руководитель бригады скорой помощи Вадим Шарт. Субтитры создавал DimaTorzok